Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы разберем статью «Постыдность цитирования». Интересная тема, в принципе, почему же может быть постыдно кого-то цитировать. Начнем с того, что крупнейшие и величайшие философы были скупы на прямое цитирование и в лучшем случае обходились вольными пересказами или мимолетными упоминаниями тех или иных персонажей. Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше и многие другие, все они не торопились заполнять свои тексты цитатами. И чем крупнее, оригинальней, фундаментальней был философ, тем в его работах меньше цитат. Интересное такое замечание, конечно же. Так вот, с чем же это все-таки связано? И почему цитирование можно считать постыдным для мыслящего человека? Попробуем ответить на этот вопрос. Так вот, перейдем непосредственно к истокам европейского цитирования, откуда оно взялось, чем оно связано. Это, конечно же, христианство, да, исток культуры христианства. Так уж получилось. Исток европейской культуры. А, христианство, как исток европейской культуры цитирования. Начнем, конечно же, лучше сначала с греков. Почему греки не то, чтобы являются прямо истоком культуры цитирования в европейской, в общем-то, культуре? Так вот, следует отметить, что у древних греков культура цитирования была развита мало. Относительно мало по сравнению с христианством, по сравнению с современностью, конечно же. Платон и вовсе выдумывал реплики за своих оппонентов в диалогах, а также за Сократа, конечно же. Аристотель не всегда точно пересказывал учения своих предшественников. Также довольно мало прибегая к прямому цитированию. Больше цитируют других поздние стойки. Например, сценика и, не знаю, да, многие-многие-многие, в общем-то, другие поздние стойки, они именно цитируют. Так, продолжаем. Впрочем, популярным в Греции остается пересказ в формате притч, анекдотов или высказываний без указания источника. Ну, например, в данном случае довольно-таки специфическим является текст Диогена Лаэрского. Ну, вы, наверное, уже читали этот текст, он все-таки в списке литературы моей был перечислен, я надеюсь, вы его прочитали. Да, о мыслителях, о философах его текст, вот тот самый. Так вот, там цитат мало. Там очень мало именно цитат. Там приведены какие-то, в основном, анекдоты, какие-то притчи. Или вот, когда Фалесу спросили там то-то и то-то, он ответил так-то и так-то. При этом это все, как бы, воспроизводится, не опираясь ни на какие письменные источники самого Фалеса. И вот в таком духе, как бы, существует греческая литература, в том числе греческая история. В общем, у нас есть слух, что некий там философ Икс или некий ученый Икс сказал там вот то-то и то-то. Все. Отличная цитата. У нас есть слух. Опираются на слухи, а не на цитаты каких-то определенных, в общем-то, высказываний. К слову, ну, здесь есть объяснение, конечно же, почему они так делают. Потому что источников от многих мыслителей просто не сохранилось. Некоторые принципиально не писали тексты. Например, Сократ или Перрон. Они просто принципиально не писали никакие тексты. А тексты некоторых древних мыслителей до сократического периода просто вот даже не дошли. Да, для мыслителей уже постсократического периода. И это тоже довольно-таки печально, потому что, ну, просто не было возможности почитать своих предшественников. Просто вот физической возможности не было. И поэтому цитаты, культура цитирования просто физически не могла каким-то образом адекватно функционировать. А базируясь на всем этом, я считаю, что... Да, цитаты, они, конечно, встречаются в античных текстах у того же Диогена Лаэртского. Мы видим многочисленные цитаты... Ну, не такие уж и многочисленные, но все-таки цитаты на текст Тимона, ссылы. Мы можем их прочитать, некоторые высказывания, отрывки, но это такие... Понимаете, это не позиции автора Тимона, нет. Это его высказывания о тех или иных мыслителях. Он там высмеивает их. У него юмористический такой прикольный, забавный текст, где он унижает греческих философов. Понимаете? И вот это цитирует Диоген Лаэрский. То есть, я трактую это таким образом, что цитирование невозможно в античных источниках считать каким-то существенным фактором. То есть, цитирование было, но к нему относились так себе, честно говоря. То есть, даже цитирование не особо даже применялось для каких-то серьезных целей. Аристотель для серьезных целей, ну, просто берет и трактует учения того, кого хочет. У него были тексты Платона, просто в огромном количестве источников, скорее всего, он мог взять текст Платона и взять оттуда цитату. И, в общем-то, его воспроизвести. Вместо того, чтобы брать цитаты из текстов Платона, Аристотель сам трактует учения Платона. Уже не говоря о том, что все остальные учения он тоже трактует сам, как понимает, как знает. И во многом от него, в общем-то, и пошли многие и предрассудки, и верные мысли об истории и философии до сократиков. Так вот. Теперь к христианству, наконец-то, перейдем. В Греции с цитированием все было не очень хорошо. Оно там существовало, мы можем найти некоторые цитаты, но все-таки нет. Подлинный рассвет цитирования, а также увеличение его значимости и существенности приходится на средние века. Дело в том, что в христианстве появились подлинно священные тексты, от понимания которых напрямую зависело познание истины. Также появились и работы великих авторитетов отцов в церкви. В общем, эти люди как бы трактовали то, что вообще написано в Библии. Библия – священный текст, но вот просто одними цитатами его не понять. Поэтому нужны были какие-то трактовки, в том числе аллегорические. И вот эти вот трактовки аллегорические, одни из первых таких трактовок, дали отцы церкви. И эти трактовки легли, в общем-то, в основании самой церкви, в ее построении. Да. Потом, позже, уже когда начали образовываться университеты, да, люди, причастные к этим университетам, и тем более к важнейшей дисциплине того времени теологии, ну просто были вынуждены цитировать. У них как бы есть священный текст Библии, у них как бы есть почтенные авторитеты и комментарии этих почтенных авторитетов. Также среди их учителей есть такие же авторитеты, но не такие же авторитеты, как отцы церкви. Конечно, нет, это авторитеты чуть-чуть более низкого уровня. Намного более низкого уровня, конечно же. Ну так вот, вот эти вот авторитеты, их тоже надо цитировать, и всех как бы надо цитировать. Это такой хороший тон. Если у греков это являлось совершенно необязательным, Ягин Лаерский мог бы не цитировать Тимона, честно говоря. Мог бы не приводить его издевательские вот эти вот четверостиши, или большее количество строк для того, чтобы показать, что вот у нас есть такие данные. По тому или иному мыслителю. Мог бы не приводить, но приводил. Это такая шутливая форма цитирования была. Правда, не все цитирования, конечно, были шутливыми. Там были тоже стихи у Диогена Лаерского, где наоборот восхвалялись мыслители. Причем это стихи не самих мыслителей о себе, а мыслителей других каких-то поэтов об этих мыслителях. Тоже интересно. Забавное такое цитирование. Не очень систематическое, не очень последовательное. Забавное. Так вот, так в средних веках приходилось постоянно ссылаться на авторитетов, при том на цитирование обращалось просто огромное внимание. Если ты неправильно цитируешь, цитируешь плохо. Неправильно трактуешь цитату, плохо. Там, не знаю, что-то не так делаешь с этой цитатой, и все плохо, и тебе это зачтется, и тебя, в общем-то, будут считать человеком безосновательным, если ты не умеешь обращаться с цитатами. С цитатами священных текстов, с цитатами отцов в церкви, с цитатами своих учителей, с цитатами учителей их учителей, и так далее, и так далее, и так далее. Так и основывается культура цитирования в христианстве. И она в этом смысле очень похожа на современную культуру цитирования, но только не такая развитая все-таки, поскольку деятелей было значительно меньше, и текстов было значительно меньше соответственно. Так, продолжаем. Непосредственно ВКонтакте. И по скриптам тоже прочитайте. Наука как наследница христианства в деле цитирования. Очевидно, что наука переняла у религии не только университеты. Подход к образованию, иерархию, но и культуре цитирования. Да, напоминаю, что большинство ученых классического периода были либо служителями церкви, либо богословами, либо просто христианами, а также пребывали в христианских университетах, в которых уже происходило все, что мы выше обсудили. То есть вы понимаете, какой уже напор цитат уже там был заложен. И им, в принципе, пришлось продолжать эту традицию цитирования в дальнейшем. Это с одной стороны. То есть наука как бы попала в такую вот культуру, в которой цитировать это было правильно, нормально, хорошо, и без цитат было нельзя вообще никак. В отличие от Греции, где без цитат обойтись можно было. Но с другой стороны, наука также была большой догматической системой, как и христианство. У нее было стабильное методологическое ядро и ряд теоретических убеждений стандартных, от которых отклоняться было нельзя. Так вот. И из этого сформировалась такая вот вполне последовательная научная традиция, включающая в себя, кстати, и цитирование. В принципе, цитирование не противоречит научному духу вот вообще никак. Поэтому оно, в принципе, не только не понизилось, в общем-то, в науке, а наоборот стало еще больше. Цитирование стало значительно больше. И более того, именно в науке цитирование стало таким наукометрическим показателем, который позволяет нам отделить хорошего ученого от плохого. Чем больше ученого цитируют, тем он лучше. Это на самом деле, ну, такое могло бы быть приемлемо, например, в христианстве. Я не знаю, почему в науке это какой-то действенный наукометрический показатель, но, по-моему, это такая вот дань христианской моде, наверное. Ну, честно, это, по-моему, глупость. Также давайте заметим, что ученые, как и христиане, как и представители любой другой религии, презирают всякого инакомыслящего слова философ для большинства людей науки. Это своеобразное обзывательство. Вот назовут, ну, это же не наука, это философия, скажут. Какому-нибудь оригинальному ученому. И от обзывательства его унизят, скажут, все, пошел вон, ты слишком оригинален для нас. Нет, нет, и твои выводы точно не истины. Слишком они оригинальны, мы не будем их даже рассматривать. До свидания. Ввиду этого цитирование стало вполне уместным в рамках научной системы. Также, также есть такая вещь, называется академическая философия. И цитирование хорошо развито в ней тоже. А помимо науки и религии, цитирование распространилось также в академическую философию. Дело в том, что академическая философия никогда не являлась чем-то самостоятельным. Ну, во-первых, она строится на почитании философской классики. Во-вторых, академическая философия это часть, так скажем, научной системы, университетов, институтов. И поэтому она тоже, ну, не особо может не цитировать. К сожалению, ей нужно цитировать. Она не может не цитировать, она повязана, в общем-то, с этой большой системой. Более того, она составляет некую незримую философскую традицию, базирующуюся на мудрости прошлых веков. А раз уж мы базируемся на мудрости прошлых веков, их надо цитировать, конечно же. И по-другому тоже никак. Именно поэтому академической философии также свойственно заниматься цитированием. Но почему-то просто бросается в глаза вот это вот минимум цитирования в трудах великих мыслителей. Интересно, почему же это вообще так происходит? С чем это связано? Я выделяю три причины. Прежде всего, опора... Прежде всего, оригинальный мыслитель опирается на себя, на свой опыт и собственное мышление. Во-вторых, он не допускает вмешательства другого в свое мышление. Ну, старается отгородить другого. То есть, не любит критику вообще-то не очень. Может очень резко даже на нее реагировать. Ну, и в принципе, не допускает другому исправлять свое учение, свое мировоззрение, свои, в общем-то, наблюдения и свой взгляд на мир в целом. Ну, и просто третий пункт – это простор для интерпретации, что тоже очень важно. Особенно для мыслителей, одиночек особенно, у которых пока что еще нет большого количества учеников. Это действительно для них очень свойственно. Опора на себя, свой опыт и собственное мышление. Давайте разберем. Создателям собственных учений и просто мыслящим людям свойственно опираться на свой опыт и собственное мышление. Цитирование явно противоречит этому. Цитирование заставляет ссылаться к опыту другого человека, пользоваться достижениями труда другого. Цитирование в этом смысле подразумевает самоотрицание. Отрицание собственного мировоззрения, игнорирование своих собственных замечаний в угоду актуальной научной, философской или религиозной моде. Невозможно представить себе оригинального мыслителя, обогрязшего в цитировании, отрицающего свои же мысли, восприятия и их трактовки. Также здесь приведены примеры с Платоном, Аристотелем, Сократом. Тоже можно почитать. А недопущение вмешательства другого. Блин. Так. Вмешательство другого, с одной стороны, перечеркивает свое. То есть делает выводы либо чужими, либо общими. Оригинальные мыслители обыкновенно не допускают вмешательства других людей в свои мысли. Ну, с критикой тоже не очень хорошо дружат. Могут даже срываться, как, например, Шопенгауэр срывался до Гегеля и так далее, так далее, так далее. Оригинальность у них, у этих мыслителей, произрастает из самих основ бытия. Из самого начала, из источника, с самого начала. То есть мыслитель возвращается к самому началу и начинает путь философский вот с нуля просто. Он пытается осмыслить мир, предложить какие-то другие методы, пытается сформулировать новые идеи и создает некую систему на базе всего этого. Эти мыслители отринули все, чтобы породить нечто новое из себя. С чего бы им допускать некое вмешательство? Я вот не понимаю. То же самое с цитированием. Зачем им цитировать? У них как бы есть такое вот внутреннее, наверное, даже чутье, которое их вызывает у них презрение к этому цитированию. Зачем цитировать? Ведь у меня вот есть целая большая концепция. Еще я буду цитировать. Только для критики разве что, наверное. Вряд ли оригинальный мыслитель будет кого-то цитировать, чтобы им восхищаться. Здесь также приведены примеры. Ну и, конечно же, так, да, примеры приведены. Да, простор интерпретаций. Что это вообще такое? Дело в том, что прямые цитаты крайне неудобны. А для их странных интерпретаций, если правильно привести цитату, то ее будет очень сложно как-то странно интерпретировать. Именно поэтому многие великие философы пользуются пересказом. Пересказ позволяет создать на своей базе любого рода интерпретации. Да, это менее точно, чем цитирование. Но для исторического обоснования своей позиции мыслителю порой приходится прибегать и к уловкам, которые позволяют ему обмануть в том числе самого себя. Прежде всего, самого себя. Чтобы выглядеть в своих глазах таким основательным. Ну, по крайней мере, на ранних этапах становления любого учения это невероятно важно. Учение человека может быть малообоснованным и плохо защищенным просто потому, что у этого человека мало последователей, мало людей, которые работают в русле его идеи. И если вот так вот их мало, то вот простор для интерпретаций помогает ему объяснять чужие учения выгодно для себя. И это полезно. Это на первых этапах действительно очень полезно и без такого подхода ну просто вот невозможно. Многие бы учения просто вот умерли бы, если бы не могли проводить вот такие вот интерпретации не очень точные, не очень как бы адекватные даже тем учениям, которые они трактуют. Но все-таки это просто то, что невозможно избежать. Также приведены различные примеры. Тоже можно почитать в статье. Вывод. Мы живем в эпоху развитой культуры цитирования. Наверное, цитирование никогда не было так распространено. Оно в нашей культуре укрепилось благодаря христианству и его университетам, а после с помощью науки. Оригинальные философы же относятся к цитированию не так серьезно, как все остальные. И у этого есть определенные причины. Вероятно, оригинальный философ, разрабатывающий свое мировоззрение, в принципе, не предрасположен к тому, чтобы цитировать кого-то. Цитирование привело бы его к тому, что он испытал бы чувство близкое к стыду за то, что не сам до чего-то додумался, не сам что-то сформулировал, не сам это обнаружил и систематизировал, а позволил это сделать другим. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok